Добрый день, добрый день, мои зрители, добрый день, мои подписчики, добрый день. Меня зовут Светлана, это канал «И жизни, слёзы и любовь». Сегодня у нас суббота, 16 сентября. Вот, я к вам уже выхожу несколько раз. Несколько раз, честное слово. Первый раз утром записала вам ролик, записала вам ролик на 16 минут. Потом, пока походила-походила, мне всё не понравилось, что я наговорила. Я взяла тот ролик, удалила. Потом, сегодня мне надо было поздравить Ирину. У Ирины был день рождения в четверг, 14-го. Они справляли. В них был большой стол. Была сваха со сватом. Были внуки свахины. Вот, дочь свахина была. Ирина Кума была, бывшая моя падчерица. Вот, ну и как-то они там гуляли. А у меня же рабочий день. Вот, да, и не хотела я идти в этот день, потому что... Ну, потому что много людей... Я не люблю застолье, девочки. Я застолье не люблю. Много людей, много детей, вот это вот. Одна молодёжь почти. Только сват со сваха, и всё. Ну, и я решила сегодня идти поздравить. Такие планы настроила. Меня всегда встречает Рома. И всегда он от меня не отходит. Ну, и я еду на такси. Сняла таксиста. Сняла с такси дорогу вам. Вот. Сняла, как в лифту еду. Как зашла Киря. И Русь засняла. Рома с комнаты не выходит. Я говорю, Рома, ты где? Тебе тоже подарочек приехал. Он, я лежу. То у меня трусов нема, то шорт нема в нему. Короче, он лежал. А время было половина двенадцатого. Вроде бы так, да. Половина двенадцатого дня. Ну, у меня планы были. Я думаю, подойдет Рома. Он же никогда от меня не отходит. Всегда меня встречает. И не отходит ни на шаг. Так было летом, когда приезжала Яна. И так было всегда. Думаю, дам Роме телефон. Он будет снимать. А я пока буду раздеваться. Поздравлю Иру. Распаковка на камеру. Рома будет с ней снимать. И Иру, и меня одновременно. Как я сижу рядом. Шиш. Ира пока его с дивана не подняла. Рома ко мне не подошел. Все. Съемка оборвалась. Я поздравила Иру. Сделали распаковочку. Сделали примерочку. Я ей там кое-что купила. Ну, уже раз не показала, значит, уже все. И рассказывать не буду. Дала ей денежку. Ромиш тоже купила там кое-чего. Тоже копеечку ему дала. Все. Съемка сорвалась. Съемки нет. А ведь я все это хотела заснять. И я шла и мечтала. Думаю, будет грандиозный ролик. Интересный просто для зрителей ролик. Ничего у меня не получилось. Вот как-то вот так, девочки. Сегодня не мой день. Утром ролик удалила на 16 минут. Потом у Иры ничего не получилось у меня. И вот. Вот такой вот день сегодня. День не мой. Что хочу сказать. Ну, можно было отрывочки снять. Можно было не снимать. Ну, как-то, знаете, хотелось сделать ролик. То есть у меня уже назрел план съемки. Все. Ну, вот. Ничего не получилось. Пришла я домой. Привезли меня домой на такси. Ира ехала уже ей на тренировку. Она заказала такси. И меня здесь сбросили на песена. И я пришла домой. Испекла маман пять блинов. Закрутила с печенкой, с рисом и с морковкой жареной. И вот присела. Думаю, надо хоть с вами поболтать. Надо вам почитать газетку. Вот. Ничего у меня сегодня не вышло. Ну, вот такой вот день. Обидно. Обидно до слез. Даже хочется всплакнуть. Но я ехала с такой целью. Думаю, получится просто интересный ролик. Не то, что там. А вот просто интересный. Думаю, Рома будет стоять и снимать. А тут ничего не получилось. Ну, ладно. Не получилось, так не получилось. Может, оно и к лучшему. Меньше будут хейтеры обсирать и меня. А то будут писать, как вас приняли. А почему вас не приняли. А почему вас за стол не усадили. А почему такое холодное отношение к вам. А почему вы так быстро уехали. А почему, а почему, а почему. И было бы тысяча почему. А так я спокойно. Все без почему. Почитаем вас с вами лучше газетку. Дорогие родители. Очеретянин Иван Савович и Татьяна Николаевна из города Минска. Поздравляем вас с годовщиной свадьбы. Дети, невестки, внуки, зятья и близкие. С города Минска, люди. Дети поздравляют с годовщиной свадьбы. Так, девочки, читаем. За кого примемся? За мужиков? Вчера восемь раз звонил Василий Трудовик. Как вы его прозвали. И сегодня утром семь сорок позвонил без двадцати восемь. А тот не звонит, охранник. Охранник не звонит. И почему так получилось, не знаю. Он тогда позвонил без двадцати восемь мне. Мы с ним неплохо поговорили, неплохо побеседовали. Вот это вот размер груди и т.д. и т.п. А потом он позвонил мне следом ровно через час без двадцати девять. Но я же трубку не подняла. Ему там нечего делать на вахте. Так он и карабанил каждый час. А я трубку не подняла, потому что я была у маман. Надо было же маман. Как раз было время после ужина. То памперс поменять, то посуду помыть. Я трубку не подняла. После того раза он не звонит. Ну и ладно. Телефон-то я, конечно, его себе оставлю. На всякий случай. Вот. Когда я останусь одна, без маман. Может быть пройдет много времени. Может человек еще будет один. Тогда я ему звякну. Ну это в моих планах. Я так очень многие телефоны, думаю, оставлю, оставлю. Потом я их рву и удаляю и не сохраняю. Ну потому что не считаю нужным это. Если с первого раза я не клюнула, чего клевать второй раз. Вот. Кто-то мне там писал, что... Уколоть меня кто-то хотел. Писал. Ха! Найдет охранник себе 50-летнюю и будет у него с ним секс. То есть кто-то все-таки выскочил в укор мне, что вот найдет он 50-летнюю. Так вот кто это выскочил, я хочу сказать. 50 лет это еще женщина-девушка. И на 50 лет, на 67 не клюнет. Не клюнет на 67 лет 50-летняя. 50-летняя это еще молодая дамочка. Как моя Наталья. Моей Наталье сколько там? Забыла я. Вот. И поэтому 50 лет на 67 никогда не пойдет. Если только она разузнает, что у него квартира не отписана, только тогда может быть зарегистрирован брак и как-то она будет с ним крутиться. А так... Так что кому-то... Кто-то захотел меня все-таки уколоть, но мне это до одного места. Так, ладно. Читаем мужчины. Ну вот, сразу у человека запрос. Из Могилевской области. Следующее объявление. Их тут мало. Три человека. Порядочный. 68 лет. 172. Рост. 96 килограмм. О! По килограммам, как у меня. Телец. Телец. Не курю. Почему все стараются к бабе примкнуться. Вот это меня бесит больше всего. А где твое жилье? Ты же мужик. Что ж вы, мужики, не думаете? Что ж вы все отписываете женкам и детям? Дети пусть сами о себе думают. Вы думаете, что к вам придет старость? Что вам надо хоть какой-то угол, чтобы ради этого угла пришла к вам баба? Все пораздаривают, детям поотписывают, женкам пооставляют, а сами ищут. Зла не хватает. И последнее объявление. Познакомлюсь с одиноким порядочным мужчиной. 69, 72. Ай. Познакомлюсь с одинокой порядочной женщиной. 69, 72 лет. Приятной полноты, материальной и жильем обеспеченной, проживающей в городе или в пригороде для совместного проживания. Вот это не дурак, мужик. Это, наверное, равносильно, как мой трудовик. Познакомлюсь с одинокой женщиной 69, 72. Приятной полноты, материальной и жильем обеспеченной. Да грош цена такому мужику. Грош цена для совместного проживания. Он выбирает себе обеспеченное с жильем. Вот нет совести. Клевать на квартиру и на жилье. Ему надо жить. А ты жизнь прожил. Где твое жилье? Ты же где-то жил женатый. Ты же где-то родил детей, растил их. Где это твое жилье? Козлы драные. Так, читаем женщин. Читаю, а щека попадает между двумя зубами и все время ее прикусываю. Мне больно даже. Вот так. О, щека попадает. Тут зуб и тут зуб. Она отсюда. Сколько я ее сегодня поприкусывала? Аж до крови. Читаем женщин. 66 лет, 165, рост 64 килограмма, вдова, живу в городе, женственная, аккуратная, спокойная, честная. Надеюсь встретить спутника жизни, с которым мы построили бы отношения на уважение, заботе и нежности друг к другу. Следующее объявление. Ольга. Могилевчанка, 69 лет, веду активный образ жизни, порядочная и добрая, бескорыстная. Мечтаю встретить порядочного мужчину с добрыми и ласковыми глазами только из Бреста, Кобрина или района. Могилевчанка, без вредных привычек и проблем, веду здоровый образ жизни, высшее образование. Порядочная во всем, симпатичная, вдова, стрелец. Познакомлюсь для серьезных отношений с интеллигентным, без алкогольной зависимости и вредных привычек мужчиной. 68-72 года. Следующее объявление. Вдова, 70 лет, 168. Рост, 76 килограмм. Познакомлюсь с мужчиной для серьезных отношений. 65-85 лет. Ничего себе, вдова. Но ей 70, 65-85 лет. Желательно из Могилевой или области. Переезд ко мне. Пишет. Следующее объявление. 65 лет. Свободно, без внуков. Познакомлюсь с мужчиной для дружбы и дальнейшего общения. Пьющим и с лишним весом не звонить. Хоть одна написала. Пьющим и с лишним весом не звонить. А то все мужики пишут. Не полной. Умер у полной. Молодец. С лишним весом не звонить. Пуздзё своё. Неси у своих руках. Вот так. Я сейчас расскажу попозже немножко про пуздзё. Так. Следующее объявление. Познакомлюсь с мужчиной. 56-65 лет. Аккуратным, честным, ответственным и надежным. Какой являюсь сама. Исключительно для серьёзных отношений. Сначала для общения и встреч. Это я на время посмотрела. Без пяти четыре. Вот так вот дёргаюсь постоянно. У Иры сижу, дёргаюсь. Дома приехала, дёргаюсь. Да когда это закончится. Минчанка. 67 лет. 164. Рост. 75 килограмм. Дружелюбная, порядочная, приятная внешность. Познакомлюсь с добрым, самодостаточным мужчинам до 73 лет для серьёзных отношений из Минска или пригорода. Следующее объявление. 68 лет. 158 рост. 68 килограмм. Ищу надёжного спутника жизни для совместного проживания. Кто даже, кто тоже одинок, отзовись. Желательно из Минска или Минской области. И последнее объявление. 63 года. 168 рост. 73 килограмма. Симпатичная, ухоженная шатенка из сельской местности. Познакомлюсь с порядочным, спокойным мужчиной, предпринимателем с авто из пружан, каменьца и березы. Вот так. 63 года, шатенка из сельской местности. Познакомиться с порядочным, спокойным мужчиной, предпринимателем. А зачем ей предприниматель? С авто. Ну, с авто, ладно. А зачем ей именно мужчина, предприниматель? Вот интересно, на её вот это объявление будут звонить просто так в сельской местности? Оттуда, как мне звонят? Оттуда, оттуда. Уже два дня подряд звонит мне мой алкашик. Ему плохо. У него поднимается давление. Таблетку он пить не хочет. Ему выписал доктор когда-то лизиноприл. Он его не пьёт. А Надька, жена его, которая живёт на третьем этаже, она с ним только мучается. Он к ней приходит, она ему то каптаприл даст, то ещё что. Короче говоря, звонит он мне и говорит, что мне делать, у меня 180 давления. Я говорю, у тебя должен быть... А, нет, он мне спрашивает, у меня 180 давления, у меня есть лизиноприл. Если я выпью, то что? Я говорю, ничего, лизиноприл тебе давление не собьёт. Лизиноприл, он держит давление в организме, и то нам нужен накопительный эффект хотя бы дня 3-4. Я говорю, есть каптаприл? Есть. Я говорю, бери под язык каптаприл, а вообще, я говорю, купи ещё и максонидина пластиночку. Что я хочу сказать? Я когда-то с ним разговаривала. Коля, да найди ты себе бабу. Он, ну, у него это одна комната, общая кухня. Вот, я говорю, найди ты себе бабу, да будешь с ней жить. Короче говоря, я однажды его вывела на такой разговор. Я говорю, ну, что бы ты сделал, если бы тебе позвонила женщина и сказала, давайте с вами познакомимся. Он, ну, я бы поговорил с ней. У меня такая задумка. Без его ведома дать телефон, дать объявление в газету, как всё равно от мужчины. Одинокий мужчина, живу на общей кухне, комната с балконом, 15 там квадратов, всё. Хочу познакомиться с женщиной без жилья для совместного проживания. И я хочу на свой телефон дать такое объявление. Напечатают его месяца через два, потому что два месяца ждёшь, пока напечатают объявление. И бабы будут звонить мне, а я буду ему уже подбирать кандидатуру. И буду давать телефон. Вот, или там, если она скажет встретиться, приедем с ним. Ну, в общем, буду сватать его. Потому что, ну, это очень долго рассказывать. Дети уже забили панику. Если с батькой что-то станут, станет мы его смотреть не будем. Потому что он очень был плохой семьянин. Он детей не видел вот буквально до старости. Он их сделал. Потом он от Надьки ушёл, шатался по бабам, шатался по России. Вот, ездил у заработки, приезжал, опять шатался. Он детей не растил. А сейчас, когда расформировали барак, и он оказался с женой. Ну, а к жене же приходят дети. И дети забили тревогу. Если с батькой что-то станет, мы смотреть не хотим, мы смотреть не будем. И поэтому мне надо как-то ему подсуетить бабу. И надо подсуетить бабу необыкакую, а бабу без жилья. Вот есть же бабы, даже вот в этом общежитии, вот что из окна я вижу, вот рядом от ПМК. Но оно уже отошло к ЖКХ, это общежитие. Тут даже живут одинокие женщины пожилого возраста. И ему надо такая баба без жилья, чтобы она к нему пришла, и она у него осталась жить. С унаследованием его этой комнаты. Но ему не нужна такая баба, допустим, как я. Если у неё есть свой уголок где-то, где-то своя комнатка. Она скажет, я вот тебе борщика наварила, я вот там тебе постирала, вот. Я поеду домой, а завтра я раненько-раненько к тебе приеду. Нет. Ему надо баба такая, чтобы к нему пришла, и в него уже с чемоданами пришла, и в него уже осталась. Я с ним этот разговор вела. Он как-то мне говорил, а кто сюда пойдёт? Я говорю, Коля, пойдёт баба, у которой нет жилья, которые в этом возрасте снимают квартиру, а такие есть. Или живёт где-то в общании. Придёт, я говорю, она к тебе, и будет жить у твоей комнатки с балконом пропиваючи. Выйдет на кухню, сварит тебе борщика, пожарит тебе дранечком. Вот. Ну, не знаю. Вот это моя, конечно, задумка. Но этим надо заняться. Этим надо заняться. Вот эта свежая газета, с этой газеты купончик, не знаю, или мне для себя заполнить, отправить, или мне заполнить для его, как мужчина, вот. Чтобы мне звонили бабы, и я буду вести естественный отбор. Я буду разговаривать жёстко с бабами. Я скажу так, если ты без жилья, мне нужна женщина только без жилья, которая мыкается по квартирам или живёт в общании, на койке места где-то. Вот. И поэтому у меня такая задумка. Иначе мне просто жалко человека по-человечески. И Надя сказала жена его, что дети мои забили тревогу, что, не дай бог, нам за батюшкой придётся ухаживать. А у него-то уже один инсульт был, когда он со мной жил. Это он так отошёл, оклемался. Он нормальный. И по нём не скажешь, что у него инсульт. Только глаз немного опустился, закрылся. А так не скажешь. Он красивый мужик. Так что буду я своему Кольке-алкашику искать бабу. Пять минут пятого. Каждые пять минут смотрю на часы. Так. Всё. Ищут работу сиделки. Ищут работу сиделки. Думают, это мёд. Работа сиделки. Так. Что тут продают? Дублёнку, чеснок, столетник, кровать, комод, кофты женские белые, прицеп тракторный. Три комплекта виниловых пластинок с операми. Джонни, Джонни, да, Верди, Аида, Травиата и Чайковского пиковая дама. Холодильник Атлант продают. Холодильник, морозильник Атлант продают. Короче, продают всю ерунду. Всю ерунду продают. Тут рассказики, что у нас дальше. Программка. Народные средства, девочки. Хрен с мёдом от артроза. Хорошо помогает при застарелом артрозе и остеохондрозе настой хрена с мёдом. Для его приготовления требуется 300 грамм корней хрена и 1 килограмм мёда. Корни хрена измельчить и тщательно перемешать с мёдом. В трёхлитровой банке эту смесь залить холодной кипячёной водой доверху и ставить в холодильник. Принимать по одной столовой ложке 4-5 раз в день за 15-20 минут до приёма пищи. Но это не мудёж по-троцки. Польза каштана. В плодах каштана сосредоточена сильная энергетика. И я в этом не раз убеждаюсь. Например, он помогает от кашля. Один каштан прикрепляю лейкопластырем прямо на бронхах по центру груди. Надавливаю каштаном на эту зону при желании покашлять. И кашель от этого воздействия быстро проходит. Ночью на каштан не давить. Ни хрена себе! Это кто такое вот придумал? Кто-то же придумал по центру грудиный каштан лейкопластырем. И если надавить покашляешь, если не давить, не будешь кашлять. Я не знаю. Я угораю с народных рецептов. Для лечения суставов на руках у меня ревматизм второго-третьего плода каштана. Ношу в кармане. Перебирая их пальцами на досуге. Ой, я не знаю, такая чушь. При обострении геморроя неторопливо сжуйте три свежих каштана без скольлупы. Если шишки кровоточат, сделайте ванну из отвара веток каштана. 50 грамм веток, 1 литр воды. Смесь желательно в прохладную воду на 5-15 минут. Шишки сморщиваются и в дальнейшем не препятствуют испражнению. Применяйте такие ванны после испражнения, даже если геморрой уже не кровоточит. В. Голубь, город Минск. Господи, такие уже народные рецепты. Вот кто что придумает, кто на что гораст. Я херею с этих народных рецептов. Девочки, вот я же выросла, да, вот мамка моя в народные рецепты не верит вообще. Никогда, вот сколько вот она, вот я ее помню, ни хрен, ни какую траву, ничего она не пила, ничего она вот не делала. Никогда ничего она не прикладывала, никакие примочки. Ну, не знаю я, но не верим мы, наша семья, в народные средства. Так, ну, песенки тут не знаю какие. Посидим по-хорошему. Слова Роберта Рождественского. На полустанке любви слова неизвестного автора. И вот такой вот дядечка. Вам опять викторина. Кто вот этот дядечка? Кто такой? Так что как-то вот так, девчонки, мальчишки. Почитали с вами газетку. И на этом все. Начало пятого. Пойду я к маман. Все, мои хорошие, давайте, пока. А это я сегодня была у Иры. И у них кто-то возле лифта на окошко выставил такую вот крапивку. И я оторвала два отросточка. Посажу такую вот крапивку. Корешочки пустит. Вот такая вот крапивочка. Так что вот так. Пять блинчиков маман сделала. Пять. Они большие. Вот. Ну все, пошла я до маман. Девочки, сегодня у нас праздник города. Салют. Я нахожусь в маман. Посмотрите, какой салют. Это где-то на площади возле танка. Возле площадь восстания. Смотрите, какой фонтан. Фонтан. Салют. Салют. Ох, как гремело. Слышно вам? На стадионе гуляния. Все отстреляли. Вообще-то салют в одиннадцать вечера всегда. Слышно вам? Разговор. Кинула маман. Выскочила на улицу, чтобы вам салют сфотографировать. Но он так долго тарахтел. Пока я вышла, я вам уже кусочек только засняла. Сегодня у нас праздник города. Девочки, вот хочу вам показать. Мой сват, Ирин Свекор, заказал Ире на день рождения такого вот медведя. Она мне сегодня говорит, мама, я к нему прислонилась, он такой пыльный. Он такой грязный. Я говорю, Ира, это еще лето, у него хоть лапы чистые. А я видела где-то зимой вот это слякоть, снег, соль. У него были лапы грязные вообще. Ира моя. Так, сейчас еще покажу вам. И вот. Мишка. Это мне Наташа сбросила скриншот. Она ей сбрасывала куда-то. Куда-то она и сбрасывала. А как теперь мне убрать? Вот, блин. Дуб-дубом я. Так, вот так. А, вот. Ну и вот здесь вся компания. Внуки. Да что это такое? Вот. Вот. Вот Ира, Рома, свашка моя Наташа, сваха Наташа. И вот сват Сергей. Сват Сергей. Вот такое Ире устроили день рождения. Я говорю, Ира, что-то в Ромы за майка такая. Она говорит, это папина майка. Сережина майка. Вот сват, со свахой ей сделали такой праздник с Мишкой. Ну, если мне сваха в тюрьму посадят, за то, что я ее показала по, 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 по интернету. Ну, так я же Иру хотела показать, но показала всех гостей. Это, по-моему, ненаказуемо. Или сваха на меня обидится, и сват обидится. Будет механа. Ой. Девочки, сняла вам салют, шла домой, где-то музыка играет пору-пору, где-то вот гуляние идет. А ведь я сегодня отпросилась у Лены. Лена согласилась. Потом, когда я от Иры приехала, начала печь блины, думаю, ну что я не выйду? Я все равно в эту пору одна не буду гулять. Я не то, что боюсь, но мне просто неинтересно в эту пору гулять одной. Если бы мне было с кем-то, был бы у меня порядочный мужчинка, я бы его под ручечку и пошла бы с ним. С удовольствием. Вот, а так, да, так я перезваниваю и говорю, я сегодня выйду, ты ее покорми, иди домой. У нее вопрос. А чего? Я говорю, потому что я все свои дела поделала. Ну и все, я пришла, она ушла домой. Видите, чтобы веки не нависали, я морщу лоб. И у меня к восьмидесяти годам будут тут морщины большие. Надо мне лоб не морщить. Нависают. Нависают эти самые веки. Пусть нависают. А то я вечно разговариваю, поднимаю глаза. Аж расстроилась из-за своих рубцов. Все, девочки, пришла домой. Сейчас время у нас, не знаю, сколько. Время 22.54. Сейчас будут салюты в Волотове пускать, но я уже не буду фоткать из окна. Все равно видно будет. Если возле Ледового пускают салюты, с моего окна видно. Центр есть центр. Все, девочки, сейчас загружу вам этот ролик. Всего вам хорошего. Спокойной ночи. Давайте. Пока-пока. Ну, посмотрите, я вам уже ранее показывала. Мне нравятся у фиалки не цветки, а вот листы. Посмотрите, какой большой лист. И главное, на какой он длинной ножки. Я прям, вот уже я старые оборвала, вот, выброшу. Видите, они уже поблеклые. О, какая красота. Хоть ты разводи умаман и переноси к себе домой. Разводить умаман надо и переносить к себе домой. И все. Другого выхода у меня нет. О, какие листы. Ну, завтра я вам покажу свою фиалку на подоконнике. Ну, что ей тут так хорошо. А вот моя фиалочка. Разница есть? Есть. Тут только пару листиков выскочило на длинных ножках. Вот они, два. Два листика. И все. А так все коротенькие ножки. Она уже отцвела. Вот это какой-то новичок лезет. А так funktioniert? Нет. Ну, в家у прости. Да. Яartка. Мы хотели съем Junior. Продолжение следует...